и сейчас мы с вами отдохнем немножко писем немного на пол сал про еще продолжайте писать который пишет чуть больше первых я устал а Спасибо. 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 Друзья, продолжим. Вот. Кто тут у нас в гостях. Сейчас, минуточку посмотрю. Егор Томск, привет. Теперь у нас есть свой крутой компьютерщик в нашей команде, с чем я себя и поздравляю. Да, Александр Алексеевич на месте. Это наш самый авторитетный человек в нашей команде. Алексей, один из лидеров. Так. Кстати, пора, пора. Пора. В Челябинске тоже наука есть, только никто тебя никуда не позовет. Лилия, привет. Купили у меня две или три книги, так что я вот тысячу рублей вышлю как редактору электронной книги. Это я вам заранее говорю, все. Некогда добежать до этого. До ящика. Виртуально не высылаю. Я уже нарвался на неприятности. Принимает меня за плохо. И когда я высылаю деньги, мне отвечают, а мне этот, как он, парализует эту самую карточку. Приходится бегать в этот ревербанк, чтобы отправить деньги. Так. Ну-ка, что дальше получается? Сейчас, секундочку, и начнем. Так что, Лилия, спасибо за помощь. Я ваш должник. Тысячу рублей за мной. Так, ну что. Поехали. Начинаем разговор. Снегирёв. Всем дома, время и суток. Что-то у нас с вами связано. Заказом. Что-то с заказом. Кроме фамилии ничего не помню. Юрий, брат, привет. Мирослава, добрый день. Это я вас вспоминал. Вот вы из этих. Вся надежда на вас. Всё-таки диплом университета. Это всё-таки дорога в большую науку. Плюс ещё это. Наш на участие. И у вас теперь нет секретов. Вообще нет секретов. С удовольствием. Нету. Мы же такие простые. Генетикам надо отрезать нижние скелетные ветки. И тогда получается нормальное дерево. А мы же не генетики. Мы говорим, не подходи к дереву. Вот. И вот теперь у нас все, а у вас диплом. Так же, как у той дамы диплом, которая всё перепробовала. Вот. Правильно? Илья Александровна Савинич. Тоже диплом. Я тоже теперь всё знаю. Так. Елена, здравствуйте. Бухтияров. Казахстан всегда на месте. Валентина, добрый вечер. Федосеева, здравия. Кузнецов, приветствуем. Вильчихина, добрый вечер. Вот. Эльвира, привет с Башкирии. Вам привет. Виноградов, здравия. Видите, как вы меня научили? А? Алексей. Я теперь как орехи чёлка. Раз, опять моя фотография. Раз, опять моя фотография. Благодаря вам я узнал, что мошенничество приняло гигантские размеры. Гигантские. Нет у них садов. Буквально в двух-трех случаях. Ох, как я хотел показать вам. Не дошёл. Настоящие питомники. Настоящие, да какие априкосы. Ох. Сейчас, если быстро закончим, может быть, вспомню и вернусь ещё. Так. Я нашёл настоящий питомник с роскошными априкосами. Так. Перепенка. Олег Алексеевич весной посадил окостики яблони и яичков для подвоя. Что делать? Осень. Рассадить, чтоб весной привить или оставить до весны, а весной прививать и рассадить. Ой, все варианты хороши. Сейчас можете рассадить, вот, но ближе к зиме. Чтоб всё-таки корни схватились, но чтоб они, не дай бог, не проснулись. Тем более, когда будете рассаживать, надо обязательно их обрезать. Половину крона убрать, чтобы лучше прожились. А весной аккуратно, весной чем плохо. Делайте косой срез. Сейчас, где-то у меня это. Где-то, 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 ага. Берете, подходит, а саженец свеженький. Хорошо ранней весной, когда сейчас земля мерзла. Я осенью садил, весной земля еще мерзла, его не выдернуть. И тогда я беру вот так вот, раз, а саженец. А бывало, если земля уже оттаяла, раз, саженец выдернулся. Вот это имейте в виду, раз. Во-вторых, можно и веслою рассадить, подождать 2-3 недели и привить. Эти 2-3 недели очень важны. Если уже рассадился, корни уже взяли и оттаяли. То есть, посадили уже оттаившие. А еще накинем время, пока приживутся. А эти 2-3 недели не хватит осенью. Очень страшно. Это очень важный момент, ребята. Получается, тоже плохой способ. Есть способ прививки за столом. Вы копали желательно, землю не трясти. Сколько есть на корнях, столько есть. Привили, посадили. Абрикосы, если у вас достаточно умения, а абрикосы, они любят... Ой, абрикосы, яблони. А яблони, они довольно легко приживаются. То есть, они даже можно за столом привить, посадить и получить в осенью прекрасный сэранс. Вот этот момент. За столом и... Пожалуй, все. А вы говорите за них способом, придется вам. Так. Давайте еще вариант. Вот как вы посадили весною косточки. Осенью пока они живы. Ничего не рассаживайте. Весной ждете весны. Привили прям в этом. Это, наверное, я чувствую, что-то я не договорил. Весной привили, не без пересадки. Прямо на месте, на коленях. И... Которые, когда они пойдут в рост, их можно аккуратненько пересадить. Вот как бы вам показать-то это сейчас. Если быстро смогу найти. Кто нам мешает, куда нам спешить. Так, прививка. Ну-ка, я постараюсь сейчас найти. Вот это я хочу показать, что я не болтаю. Сейчас. Вот здесь у меня такая... А, пожалуйста. Видели, да? Привито было. На коленях, на старом месте. И пересадено было как... Вот, если приглядеться, они чуть-чуть тронулись, чуть-чуть зазеленили. Вот это является сигналом. И тогда, учитывая ком земли, аккуратненько, все, посмотрите, какой прекрасный ком. До осени успевает выжить. Вот это у меня еще была парочка таких фотографий. Парочка таких фотографий. Несколько быстро поискать. Это целая наука. Вот то, что я говорил, смотри. Видите? Неплохой способ. Прививка уже не на коленях. Но если вы обеспечите вот такой ком, а эти двухлетние подвой. Двухлетние. А за два года вон корни нашло. Видели? Тоже неплохой. Результаты отлично. Все, хватит. То есть возвращаемся туда, где вы были. Теперь осталось найти, где вы были. Ага, нашел. Пойдем дальше. Как мог ответил. Неплохой вариант вот этот. Привать на месте, а потом рассаживать уже по результатам. И можно еще и целое лето ждать, не пересаживая. То есть прям в школке привить. Еще ждать осенью и рассаживать. Или даже еще и стоящую весну одноветенно рассаживать. Субтитры создавал DimaTorzok